Светло включили было добро, таксадно. Олеж, уже я кьюсь. Ну, нехай уже буди я кьюсь, давайте працавать. Мы вас бачим. Начинаем. 1, 2, action. So... Калиласки. Пробачьте. Павел Калиласки, мы ведаем вас, як ведомого политолога. Может нам почнеться с того, что перелишите, например, 3 сучасные тематики беларусские, которые вас больше за все уволюют в этот час? Ну, например, тематика узнать нам больше, чем 3. Основная, на мою думку, это сегодняшняя геополитическая становища Беларуси. Все вы вельми добро ведаете, что вельми активно с боку России вядецца и реализуется проект новой интеграции, так званого Европейского Союза. И, на думку батьков этого проекта, во-первых за все, это Владимир Путин и его на ближайшее отношение, повинен быть погодованы и формально окорблены в 2015 году. При нам все так было закладено в резолюции, в декларации, которую подписали Лукашенко, Назарбаев и Путин в 2012 году. То бы ключовым моментом, я думаю, для Беларуси и для дальнейших геополитических процессов в регионе будет именно в 2015 году. И как раз на гэтый термин пропадраюць, как бы ведаете президентские выборы у Республицы Беларусь. И, на виду, это будет так само выкорисовываться Москвой, деля додатковую тиску на Менск, на Лукашенко, бо без подтримки Москвы, политичной, на международной альвине, а так само экономичной. Но вратце можно сказать, что Лукашенко переодолит все погрузы и может остаться президентом. Но, на мою думку, это таки довольно важный момент, як и для внутренней политики у Беларуси, так и у внешней. Другий не меньш важный, а напевно и больш важный фактор – это внутренне политичное становление у Беларуси. И, на мою думку, без реальных изменов у Беларуси, прежде всего, это отличится политичным режимом, Беларусь будет оставаться закладницей у звертых ее политичных тенденций. Как бы мы ни ожидали верить и сподеваться на то, что Лукашенко является гарантом незалежности, это великий миф. И именно та влада, яка на сегодняшний день не снула в Беларуси, является основным фактором, який погружает беларуской незалежности. И мы ведаем, что от самого приходу до влады Лукашенко, не летящей на некие манипуляции, как и метусню на заход, на исход, никое реально не мкнулся отрываться от России. И даже, когда мы подличим у колькость этих стратегических проектов, у которых на сегодняшний день делится Беларусь с Россией, и поравняем их с так зваными геополитичными, как это так можно назвать, проектами с заходом, то ни каких сумн не было, не застанется, что Беларусь целиком находится в сфере и политичного, и экономичного, и политичного уплыва. Ну, тогда как бы сказать про свободный Беларусский союз Беларуси России, про мысный союз, про между Беларусью и Россией, про то, что основные иммиграционные потоки и товары идут в Россию, про стратегические проекты, такие как АДКБ и коллективные силы операционного реагирования, самый формальный проект СНД, ну и опошнее, это Евразийский союз экономичный и мытный союз. Ну, при нам все я нарисовал шесть, или шесть шосс, шанхайская организация СОП-20, где Беларусь является небыто назирайником. А давайте подключим, какие на самом деле честно не имеют проекты другого вектору, это европейский, ни каких, а кроме исходного партнерства, какое по сути не может являться реальной альтернативой для тех проектов, которые сейчас Беларусь реализует с Россией. Наверное, самое простое на сегодняшний день Европа не может, это вырешить проблему ИЗО, что могло при нам створить позитивную новую, для большей интенсивной, интенсивного культурного обмену выездов за межу и так далее. И мы бачим, что на сегодняшний день только Россия проводит вельми мощную и вельми активную политическую уйму уточнение для Нелоруссии. С боку Европы, не глядяши, наверное, на пыльные такие декларации, эти намагания, проводить политику санкции для лоха, это недостатково, и это никак не может быть фактором перетягнения Беларуси на заходный вектор. Без того, когда не будет Европы, как такого ключевого игрока на геополитичные просторы, на жаль, Россия будет заставаться в Украине, и она будет целиком контролировать этот процесс. Ну и третий момент, який, на мою думку, не может выражать ни первые проблемы, какую я улучшил, ни другой, это ситуация у белорусской оппозиции, про которую мы все с вами вельми доброведуем. Это перманентный раскол, это перманентные конфликты, это перманентная конкуренция. И что ложь, мы бачим, что после 2010 года мы назираем довольно мощную хвалю эмиграции, прежде всего политичной, якая, наплывно, такой эмиграции не было, аж после другой, наплывно, светлой войны, что отличается именно политической эмиграции. Мы ведаем, что за межой находится большинство политических дел, которые уделили в выборах, я имею в виду Санникова и Михайевича, так само активистов разных компаний. Ты мне меньше, даже за межой, не глядячи на интенсивные спробы сформировать некие уплывовые политические эмиграции центры. Одинство нема. Нема осудности реального такого политического ауторитетного центра, який мог бы неким чином уплывать на то, что отбывается у Беларуси. Таким чином мы маем ту конфликтность, якая стала уже другой натурой беларуской оппозиции, не только у Беларуси, но и за межой. И когда эту конфликтность не переборить, когда эту конкурентность не так само не переборить, не вырушить, я думаю, мы не сможем вырушить две основные проблемы. Первая – это консолидация оппозиции перед президентскими выборами 2015 года, хотя она была абсолютно упомнена в дым, что без мощного социального тиска, без мощного протестного настроя в беларусском громадстве и выборы, так бы мовять, конституционными механизмами, беларусская оппозиция не сдоле выиграть, не сдоле не поуплывать на ситуацию. Другим момент – без мощной консолидованной оппозиции не будет сформировать, не пауплывать на выпрацовку некой одновитой стратегии европейского звезда захода в целом в дочинении до Беларуси. Менавито тое разыходжение в позициях, якою снуе и сяродки эмиграции, и эмиграционные частки беларусской оппозиции, и сярод частки, яка осталась в Беларуси, нельга сформировать, нельга поплывать на позицию и повлиды политиков европейских, яке, по сути, на сегодняшний день на самом речи не ведают, что работать, и отремовываются совсем разные сигналы. Одна частка оппозиции скажет про то, что необходный диалог, другая частка оппозиции скажет про то, что необходные санкции, а коли нема одинства у этих позициях сяродных, кто смыгается с режимом ЧК, что это одинство будет у политиков европейских, для яких проблема Беларуси знаходится даже не на другом и не на третьем месяце, а здесь, на десятом, на дванадцатом, выпрацывать системного подхода не внутри краины до Беларуси, не замерзжой, будя не машина. Это коротко основные такие штыки для того, что отбывается в Беларуси и молодые эмежами. Меня шмарно бурой не европейской политкой, потому что после разгона демонстрации массовых арестов в Снежне 2010 года, в 2011 году, Европа усняла гандаль с Беларусью на 24 миллиарда. Это фактично, что сделала свою экономичную сферу, и после этого некие формальные выявы солидарности из беларусской оппозиции, когда парламент европейский носит гандштуки, где эти гандштуки собирают 24 миллиарда – это разные справы. А как вы относитесь до американской политики? Потому что вы разговариваете с представниками беларусской диаспоры в Америке. Что вы видите в американской политике относительно беларусов, и что вы могли сказать, как беларусская диаспора может восприять в американской политике относительно беларусов? Тут два момента, которые я хотел подкрескивать. Первое, за все, как и глядеть на такую глобальную е-политичную сцену, то все-таки для озвученных штатов Америки Беларусь не является приоритетной сферой, где они ожидали просовывать свои интересы. Мы видим, что основными приоритетными такими регионами, где США могут проводить активную политику, являются Кавказ и Средняя Азия. Первое, Узбекистан, Казахстан, Киргизия – те страны, которые непосредственно между Афганистаном и Ираном. Это основные приоритетные делунки внешней политики. Ну и, конечно, Кавказ, который является сердцем нафтовой промышленности Беларуси. И когда я, например, ознакомиться с працами славутого американского доследчика Хантинтона, за все это разглядалось, как частка России. И только недавно хочу сказать, что, например, сбегни в Жизинске, окрестил Беларусь как одну из ключевых таких сфер у геополитичной войны. И я не могу сказать, я неверно ориентуюсь, насколько приоритетным является в облигу тунгцы политичных дежур Америки Беларусь. С того, что я бачу по неких геополитичных процессах, все-таки Беларусь не является для разлучных штатов Америки приоритетом. А я думаю, что, например, с